МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброволец из нашего округа с позывным «Югра» вновь выдвинулся в зону специальной военной операции. В зону боевых действий «Югра» вернется не с пустыми руками. Нефтьюганцы подготовили для фронта гуманитарную помощь. Маскировочные сети, изготовленные отрядом «Тепло-солдат УЗ». Вещи первой необходимости и, самое главное, автомобиль «УАЗ-Патриот». Именно на этой машине доброволец довезет гуманитарную помощь до точки назначения и продолжит свою боевую работу. Родившись в семье казаков, он с самого детства мечтал о карьере военного. Попав в казачий добровольческий отряд, теперь выполняет боевую работу в рядах вооруженных сил Российской Федерации. 57 лет – это мой физический возраст. В душе мне 20-21 год. Я не ощущаю себя таким стариком. Некогда стареть. И там боевая работа такая живая, очень живая. Наверное, все, кто идут добровольцами в зону СВО, они все такие. Мы понимаем, за что идем. То есть мы идем за отечество. В Югре в самом разгаре прививочная кампания. Так, в Нягоне в текущем эпидсезоне планируют вакцинировать 40 тысяч человек. Взрослых будут прививать трехвалентной вакциной Сави-Грипп. В детскую поликлинику поступил препарат Ультрикс-Квадри. Более 4 тысяч доз. Вакцинации подлежат дети от 6 месяцев до 17 лет. А это больше 11 тысяч несовершеннолетних нягонцев. Отмечу, что сегодня юных югорчан после согласия родителей также прививают в детских садах и школах. Стоит отметить, что вакцинация против гриппа проводится бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования. В обязательном порядке прививаться специалисты рекомендуют людям из групп РИСКа. Группы РИСКа считаются пожилые люди, беременные и лица с хроническими заболеваниями. Защита после проведенной вакцинации считается, что формируется через 2-3 недели. Поэтому в сентябре-октябре это оптимальное время для проведения вакцинации. До начала заболеваемости гриппом. Волонтеры советского района в составе гуманитарного добровольческого корпуса вернулись из Луганской народной республики. Три недели наши землячки провели под обстрелами, передавали именные посылки, выполняли просьбы мобилизованных, находящихся на передовой. Так один из бойцов попросил передать письмо и цветы бабушке, проживающей в Советском. Во многих населенных пунктах ЛНР нет ни воды, ни света, ни газа. Так что помощь добровольцев была кстати. Волонтеры вспоминают, как вставали в 3-4 утра и готовили по 240 литров каши, либо супа, и по утрам выезжали на точки. Если в предыдущей поездке, полностью освобожденном Мариуполе, обстановка была спокойной, без автоматных очередей и бомбежек, то в этот раз все было иначе. Над нами и самолеты налетали, и ПВО ракеты сбивали. То есть это каждый день, там стены дрожат, окна дрожат. Если ты в ночь остаешься одна дежурить, то ночью одной действительно страшно, потому что никого вокруг нету, все спят в подвале, а у тебя с каждой стороны вылеты идут. Мы хотим, чтобы мирное население, которое там осталось, да, они очень добрые, они все доброжелательные, но мы хотим, чтобы они прям душой полюбили Россию, и поэтому мы причиняем добро. Раз в месяц в Агереше открывается филиал советской районной больницы на базе амбулатории. Сюда приезжают узкие специалисты – офтальмолог, невролог, эндокринолог. В сентябре к бригаде добавились онколог и кардиолог. Все необходимые технические средства диагностики в амбулатории есть. Жители довольны такими медицинскими визитами. Однако им хотелось бы немного увеличить бригаду и включить специалистов в детской поликлинике. Например, для прохождения медосмотра перед началом учебного года. В среднем за день узкие специалисты успевают принять около полусотни пациентов. Добавлю, бригады раз в месяц приезжают не только в Агереш, но и в Зеленоборск и Коммунистический. Пациенты набираются по показаниям на консультации, отбираются врачами, терапевтами, педиатрами. И на данный отбор уже формируется выезд специалистов. Ежемесячная наша работа, регулярная. Немножко сегодня в Агереше мы работаем более расширенным составом, потому что начинается осень, подъем заболеваемости, обострение хронических заболеваний. Поэтому бригада сегодня в большем составе. Вот этот невролог, особенно вот, Евгений Михайлович, он, да, в субботе, он-то, не знаю, очень даже внимательный. Я довольна ему. Ну, вот лабораторию бы нам, конечно, надо сюда анализы вот эти все сдавать. Ну, так-то возят тоже каждую неделю, два раза в неделю даже анализы. Вот, возят. Так-то нормально, а чего кого нам еще здесь надо? Нет, то, что врачи раз в месяц приезжают, это вообще отлично. Вообще отлично, потому что в Советском тоже ведь там, вот такая очередь на все талончики. Следователи проводят проверку по сообщению об избиении ребенка в Нефтьюганске. При мониторинге социальных медиа была выявлена публикация о том, что 9 сентября группа детей избила 10-летнюю девочку и далее у нее диагностировали травму позвоночника. По данному сообщению начали доследственную проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение. В Югре пресекли транспортировку крупной партии наркотиков. Их привез курьер из другого региона. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вышли на след злоумышленника и задержали его на въезде в Ханты-Мансиск. Курьером оказался 36-летний житель Московской области. Мужчина показал силовикам место, где оставил закладку. Из этого тайника полицейские изъяли около 5 килограммов синтетических наркотиков. В отношении курьера возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. В Югре стало на один детский технопарк больше. Юные няганцы теперь тоже смогут заниматься в Кванториуме. Площадку с высокотехнологичным оборудованием открыли в школе номер 3. Здесь обустроили 5 лабораторий, в том числе робо, аэро и хай-тек. Отмечу, дети смогут посещать их и в учебное, и во внеурочное время. Ежедневная пропускная способность порядка 200 человек. В процессе подготовки к открытию Кванториума в школе переоборудовали некоторые классы. Например, в кабинете химии теперь есть цифровой микроскоп. Ученикам можно не только изучать современное оборудование, но и тестировать его. Большее количество оборудования поступило по робототехнике. Новейшие 3D-принтеры, причем профессиональные, не те, которые у нас были ранее, просто образовательные. Также поступили лаборатории для медицинского класса, который мы в этом году открыли, лаборатории по физике, экологии и биологии. У нас открыты ставки педагогов доп. образования, и по графику в Кванториуме будут заниматься все школьники города. Мы, конечно, хотим начать, начиная с 8 по 11 классы, проводить и профпробы организовывать, проводить проектную деятельность. Это также новый виток для проекта научных обществ учащихся. Поэтому это перспектива ранней профориентации детей, более глубокого уровня знаний в рамках основного курса школы. И это наш билет в будущее. Хоккеисты Югры начали домашнюю серию игр с победы. Первым соперником для подопечных Вадима и Панчинцева была команда «Южный Урал». В начале встречи югорчане получили два удаления, но воспользоваться численным преимуществом гости не смогли. А вот и когда игрок Южного Урала сел на скамейку штрафников, «Мамонты» смогли быстро реализовать большинство. Открыл счет в матче Александр Евсеенков. Следующее взятие ворот случилось уже во втором периоде. И вновь на помощь Югре пришло удаление. Иван Ларичев увеличил отрыв в счете. Третий игровой отрезок вышел самым результативным. Югорчане усилиями Владислава Шутова сделали счет 3-0. Но эта шайба только раззадорила гостей. «Южный Урал» смог дважды поразить ворота Владимира Сахацкого. Но на финальный штурм не хватило ни сил, ни времени. Более того, за 30 секунд до конца матча уральцы снова пропустили. Дмитрий Сидляров поставил точку в игре, отправив шайбу в пустые ворота. В единый день голосования в Сургутском районе работало 50 избирательных участков. В муниципалитете проходило сразу несколько избирательных кампаний. Это выборы губернатора Тюменской области, до выборов в Думу Сургутского района, обновление Совета депутатов в 10 поселениях, а также жители района выбрали глав в шести поселений. В двух избраны действующие, а в четырех посты заняли новые главы. Хочется, чтобы поселок развивался, как бы у нас не стоит на месте. Хочется, чтобы было лучше, комфортная жизнь для наших детей, внуков будущих. За это голосуем. Для главы Сургутского района Андрея Трубецкого голосование – это добрая семейная традиция. Как всегда, на избирательный участок он пришел с мамой. Выборы главы Барсова, поселка, в котором я живу, на ближайшие пять лет это определит, как поселок будет развиваться. Видите, новостройки новые появляются. Я хочу, чтобы поселок строился, развивался. Ну и плюс выборы губернатора Тюменской области – это тоже очень важно. Семья Музиных часто путешествует по России на собственном доме-автобусе. Но в единый день голосования они всегда в родном поселке. Пришли на избирательный участок в числе первых вместе с детьми. Это наша гражданская позиция. Мы всегда ходим на выборы и показываем пример нашим детям, что это нужно делать, что это несложно. Просто прийти, проголосовать, отдать свой голос – это важно. Мы живем более 20 лет. Дети у нас рожденные здесь. Мы знаем всех кандидатов воочию. И поэтому мы хотим их поддержать. За порядком на избирательных участках следили 150 наблюдателей. На каждом по три общественника. Все они прошли специальные двухдневные семинары по наблюдению за выборами в Югре. Но никаких значимых жалоб и обращений не поступило. Выборы в Сургутском районе состоялись. Участие в них приняли более 20 тысяч человек. Это порядка 30% избирателей. Продолжение следует...